Четыре часа дня в стране. Вы смотрите новости в прямом эфире седьмого канала. Меня зовут Игорь Буренко. Добрый день. Рухнувшая ветка покорежила автомобиль в Одессе. Инцидент произошел в воскресенье после полудня во дворе жилого дома на Романа Кармена. Я услышала громкий такой, ну, как обрывается дерево. Заглянула в окно и видела, как огромная ветка падает на мою машину. На место вызвали патрульную полицию. Позже на эту же машину упала еще одна ветка и пробила лобовое стекло Митсубиси. Все это произошло на глазах владелица авто. Звонили в город Зелентрест. Они сказали, что это не их дерево. Звонили в ОСМД. Вот то, что город Зелентрест сказал, что это дерево ОСМД. Мы позвонили, они сказали, что будут через полчаса, но как бы вот час их до сих пор нет. На выходных в ДТП на канатной пострадала 12-летняя девочка. По предварительным данным, ребенок выбежал на пешеходный переход. Неожиданно для водителя Де Ланос, который также проезжал через Зебру. Девочка ударилась в водительские двери. Как утверждает сам водитель, он не заметил ребенка и стал ехать дальше. Его остановили очевидцы аварии, которые разбили заднее стекло автомобиля. Оно произошло уже, когда я проехал. Вот и все, ребята. Не пели, а получается, бог. Все разбежались. Все разбежались. Орали, машину попортили и пошли. Девочку госпитализировали в областную детскую больницу с переломом левой голени. Семь пьяных водителей за минувшие сутки обнаружили патрульные в Одессе. На всех составили протоколы за управление транспортом в состоянии опьянения. Один из нетрезвых водителей успел совершить ДТП на улице Педагогической. Вопель столкнулся с деревом. В результате двух пассажиров увезла скорая. Новый закон о всеукраинском референдуме могут принять не позднее июля. Такое мнение высказал глава Конституционного суда Украины. Именно этот суд 27 апреля признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме, принятый Верховной Радой в 2012 году. Также есть ряд других решений, уже принятых судом, но ожидающих финальной реакции от парламентария. Крипторазвод. Одессита ограбили на полтора миллиона гривен. Он предварительно пообещав ему продать электронную валюту. Но в условленном для сделки мести продвинутый клиент ожидал с не менее продвинутыми сообщниками. Они избили мужчину и похитили мобильный телефон, ювелирные изделия и деньги. Одного из подозреваемых полиция задержала. Его взяли под стражу без права залога. По нему в суд уже передали обвинительный акт. А вот остальных криптограбителей пока ищут. На побережье в Одесской области снова нашли мертвых дельфинов. Об этом сообщил эколог, экс-руководитель национального природного парка Тузловские лиманы Иван Русев. Именно на пляже природного парка и нашли тушу афалины. Как отметил Русев, вероятная причина гибели дельфина – рыбацкие сети. Об этом свидетельствуют порезы от снастей и отрезанный хвостовой плавник. Скорее всего, рыбаки вытащили мертвые животные из сетей, установленных на камбал. 8 и 9 мая в Одессе проведут несколько официальных памятных мероприятий. Так, 8 мая в День памяти и примирения пройдет церемония возложения цветов к памятнику неизвестному матросу, а также проведут панихиду по жертвам Второй мировой войны и помолятся за мир и согласие. 9 мая торжества также пройдут на Аллее Славы возле памятника неизвестному матросу. 9 травня традиционно отбудется урочистая церемония покладания венков и квитов до памятника неведомому матросу и на траверсии памятника неведомому матросу в акватории Одесского залива с кораблей в Токатарев Захидной войско-морской базы, Військово-морских сил, Збройных сил Украины. Ну и в преддверии 9 мая ветеранов Второй мировой собрали в Доме приемов Одесской обладминистрации. Там и вручили почетные грамоты, нагрудные знаки и памятные сувениры. Жертвами войны с нацистами стали много поколений наших граждан. И это настоящий жах. Одесситы и граждане Одесской области в те времена совершили настоящие подвиги. Шановные наши, дорогие ветераны, каждый из вас беззаперечный герой. Большинству ветеранов уже хорошо за 90, они почтили память своих погибших, друзей и сослуживцев. Шокирующая статистика передовой Второй мировой войны. Командир батальона мог прожить в среднем не более месяца. Командир роты до недели, командир взвода три дня, а рядовой солдат одно наступление. Но выжившие в той войне хорошо помнят день, когда она закончилась. Мы взяли Вену, шли направо. Я с ротой ехал на коне. Рота тоже автоматная пересела на лошадь. И я оторвался от лошади, это ночь была. Поехал на лошади, оторвался от роты. И слышу ночью стрельба, стрельба сзади меня. Я думаю, что ж такое, там же рота. Я возвращаюсь, а мне говорят, война кончилась. Вот это впервые я узнал ночью. Пока это вся информация. Больше новостей смотрите уже в следующем выпуске. Увидимся в 18.00. Оставайтесь седьмым. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok